Здравствуйте, уважаемые соотечники! Я начинаю свой прямой эфир и хочу сегодня обсудить ряд вопросов, связанных с нашей страной, с ее развитием, с ее будущим. 2 апреля ООН объявляет днем по распространению информации по проблеме аутистов. Это всемирный флешмоб, он пройдет по всему миру. Это день, официально объявленный днем по распространению информации по проблемам аутизма именно ООН. Это очень важный день. Это очень важный день не только в нашей стране, это очень важный день во всем мире. В этот день граждане всего мира поддерживают тех, кто имеет проблемы именно состояния аутизма, проблемой встраивания текущего общества. Аутизм это признано ООН, мировым сообществом, это не болезнь. Это люди другие, но общество текущее должно этим людям помочь жить своей жизнью, обычной жизнью, встраиваться в общество. И для этого нужно как можно больше распространять информацию, что такое аутизм. Почему мы хотим именно 2 апреля снова повторить ту самую акцию, которая была год назад, именно демократическим выбором Казахстана. Мы все хотим, чтобы наша страна была свободной. Мы все хотим, чтобы в нашей стране уважались права человека. Мы хотим, чтобы в нашей стране власть была подконтрольна народу. Мы хотим, чтобы власть слышала свой народ. Мы хотим ее избирать, назначать, сделать подотчетной народу. Мы хотим, чтобы в нашей стране человеку было комфортно жить, мы хотим, чтобы наше общество было цивилизованное, чтобы оно не было диким, чтобы вся власть была настроена под нужды народа, чтобы наш народ мог решать свои вопросы, свои проблемы. Вот, собственно, если мы говорим об аутистах, то цифра, которая существует в мире, она разная, но фактически каждый 50-й человек находится в состоянии аутизма. Эти данные не раскрываются в полной мере нашей официальной статистикой, но факт остается фактом, таких людей в мире и в нашей стране много. Поэтому мы хотим привлечь внимание к проблемам аутистов, чтобы наше государство выделило необходимое количество средств, чтобы помочь родителям, которые вынуждены не работать, вынуждены тратить серьезные средства на поддержку своих детей. Мы хотим построить правовое государство. Что значит правовое государство? Если говорить одним словом, мы хотим жить так, как живут ведущие страны мира. Это Соединенные Штаты Америки, это ведущие страны Европы, как Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и другие страны европейского сообщества. Но мы все должны понимать, что все это достигнуто в первую очередь, потому что там люди думают совершенно иначе, там по-другому строена политическая система, там по-другому люди относятся друг к другу, там по-другому построена власть. Она цивилизованная, именно поэтому миллионы человек стремятся уехать в эти государства. Именно поэтому миллионный человек мечтает о том, чтобы построить такое государство в своей стране. Именно практически все человечество получает ориентиры, ориентиры, как развиваться, куда развиваться. Именно эти государства формируют нам общечеловеческие ценности. Именно эти государства можно назвать одним словом цивилизации. И мы хотим стать такими, как они. Чтобы стать такими, как они, в первую очередь нам нужно изменить свое сознание. Изменить свое сознание в том, чтобы относиться по-другому, в первую очередь к своему ближнему, к своему другу, к любому человеку. И это другое отношение изменит наше государство. Будет построена другая власть. Именно власть, ориентированная на народ. Потому что во власти будут находиться представители народа. Я сегодня озвучивал, что в нашей стране произошли важные, важные очень перемены, важные изменения. Они, в первую очередь, произошли окончательные перемены в сознании наших людей. Хотя Назарбаев остался у власти и как бы даже пошел на повышение. Теперь он может не участвовать в выборах любых, даже таких фальшивых, которые были ранее. За 30 лет нахождения его власти в нашей стране никогда не было честных выборов. Никогда не было реальных кандидатов. Этот президент был нелегитимным. И мы 30 лет это терпели и еще продолжаем терпеть. Но 19 марта, в 19 часов дня 2019 года, я уверен, произошел окончательный перелом в сознании наших людей. Назарбаев любит символизм, любит подгадывать те или иные действия под определенную дату. Он суеверный человек. С чем я могу с ним согласиться? И мне кажется, что именно в этот день, в этот год, в эту дату, действительно символический день произошел окончательный перелом в сознании наших людей. Назарбаев ушел. Он действительно ушел. Когда мы задумываем какой-то план, когда мы хотим построить мост, когда мы хотим построить дом, мы сначала это все мысленно проектируем у себя в голове. Затем мы формируем команду, которая проектирует этот мост, дом. И после того, как все это сделано, начинаются реальные действия, ищутся ресурсы, подтягиваются строители, подтягивается техника и начинаются реальные действия. И через какое-то время строится дом, мост и так далее. То есть, сначала человек в сознании, в мыслях это проектирует, а потом начинаются действия. Так и с Назарбаевым. Своими действиями на прошлой неделе, когда он поставил подставного президента, мебель, Касмжимар Токаева, на которые какая-то часть населения среагировала, считая, что вот вдохнуло ветром перемен, наконец-то начнутся изменения. Ну, буквально через пять минут они поняли, что от тех людей, которые окружают Назарбаева, которые вместе с ним участвуют в строительстве этого мафиозного государства, перемен ожидать не стоит. Первые же свои указы, которые подписал Касмжимар Токаев, это переименование столицы в имя Нур-Султан. Все областные, во всех областных центрах центральной улицы названы именем Нур-Султан и награждение Назарбаева Халка Хармане. Эти действия подорвали окончательную веру в том, что с этим президентом, так называемым новым, с мебелью, как я его называю, можно действительно что-то изменить. После этих действий Нур-Султан умер, он умер как политический лидер, он умер как политик. И это более важно, чем его физическая смерть. Он построил пантеон, заранее готовил себе место после его физической смерти. Но смерть его как политика наступила. Наступила 19 марта в 19 часов 2019 года. И действительно, к 22 марту я уверен, что многие наши граждане обновились. Они пришли с обновленным сознанием, они пришли на митинги и сказали нет этому мафиозному режиму. Нур-Султан не мой город. Такаев не мой президент. Спикер парламента не мой спикер. У меня есть право выбора, у меня есть выбор. Так девушка Медина озвучила свой протест. Этот протест подхватили сотни наших граждан. И действительно, началось обновление. Обновление не только природы, обновление нашего сознания. Назарбаев умер. Он действительно умер. И сейчас, когда подставные так называемые люди с регионов, якобы поддерживают переименование столицей, начинает выкрикивать «Нур-Султан Казахстан», вы все прекрасно понимаете, что они чувствуют себя униженными, они чувствуют себя оскорбленными, они чувствуют себя несчастными. И эта пружина сейчас начнет разгибаться в обратную сторону. И действительно наступит реальная смерть. Сначала наступила в нашем сознании, а теперь наступит реальная смерть режима «Нур-Султана» Назарбаева, режима мафиозного с его приближенными, кто бы там ни находился, они все являются членами этого мафиозного режима, и ему, этому режиму, пришел конец. Мы должны построить сильные государства, свободные государства, цивилизованные, гуманные, такой же, как ведущих странах мира, США и Европы. Они сильные потому, что они друг друга поддерживают. Они сильные потому, что они борются за права человека. Они не смотрят на национальность, не смотрят на язык, не смотрят на вероисповедание. У них есть базовая ценность. Это права человека. Базовая ценность позволяет им построить сильное экономическое государство, гуманное общество. Я уверен, что мы сейчас на пути к этому. Мы не можем за один день все перестроить, даже если наша страна будет производить нефти в миллион раз больше, чем мы производим сейчас. Потому что в мире немало примеров, которые обладают гигантскими запасами нефти и другими богатствами, но при этом живут в нищете. Собственно, как это происходит в Нигерии. Собственно, это происходит в Венесуэле, у которого запасы нефти самые крупные в мире. Вы там знаете, сейчас люди получают продовольствие по карточкам, идут массовые протесты. А главная причина в том, что необходимо нам отказаться от старой политической модели. От старой политической модели Нурсултана Назарбаева, когда человек ничто, когда у власти узкая группа людей, они не считаются с мнением народа, они живут так, как будто кроме них в Казахстане вообще никого не существует. Когда они себе могут нагло и бесцеремонно присваивать основные богатства страны, когда вся страна живет в нищете, и это называется режимом диктаторов, режимом Нурсултана Назарбаева. И только тогда, когда мы осознаем, что так жить нельзя, что нам с этим режимом не по пути, только тогда начнется процесс оздоровления нации. Я считаю, этот процесс начался. 19 марта, 19 часов дня 2019 года Назарбаев умер в сознании многих людей. И если он умер, то очень скоро умрет физически этот политический режим. Мы должны действительно обновиться. Мы должны изменить свое отношение в обществе друг к другу. Мы должны объединиться. Я хочу вам сказать, что в нашей стране около 2 миллионов людей с ограниченными возможностями. Из них только 660 тысяч человек имеют статус людей с ограниченными возможностями. И только они получают небольшую помощь из бюджета страны. В реальности ситуация, как вы знаете, катастрофическая у людей с ограниченными возможностями. Значительная часть из них, более чем из 2 миллионов человек, просто не признаются инвалидами. Они не получают никакую помощь со стороны государства. У нас большое количество людей, аутистов. У нас большое сотни тысяч количеств человек многодетных матерей. И они получают ничтожные государственные пособия со стороны государства. У нас более 2 миллионов пенсионеров. Они получают ничтожную пенсию. Конечно, этот режим будет говорить, что денег в стране нет. Я много раз выступал, доказывал и показывал. Уверен, что ни у кого из вас нет уже сомнений, что в нашей богатой природными ресурсами стране не может не быть денег. В нашей стране денег много. Другой вопрос, что они уходят в карманы этой политической верхушки. Они уходят именно к ним, потому что наше общество позволяет им это сделать. Режим Назарбаева 30 лет, именно потому, что мы молчим и позволяем ему находиться у власти. Да, Назарбаев плохой, но он плохой. Мы позволяем ему быть плохим, мы позволяем ему стоять над нами, мы позволяем, чтобы матери бедствовали, мы позволяем, чтобы у вас не было жилья, мы позволяем, чтобы люди с ограниченными возможностями, которых более двух миллионов человек, не получили поддержку общества. И все это приводит к тому, что бедные и несчастные становятся вся наша страна. Мы должны это изменить. Мы должны изменить свое сознание. Как я сейчас говорил, мы сначала в мыслях должны решить, что мы строим мост. Потом мы его спроектируем, а затем мы начнем реально строить. Я уверен, что после 19 марта, 19 часов вечера, наш народ спроектировал мост. Мост в сторону цивилизации, в сторону прав человека, в сторону построения цивилизованного государства, который построен в Соединенных Штатах Америки, построен в ведущих странах Европы. Именно тогда, когда мы изменим свое сознание. Именно тогда, когда мы вместе объеднимся. Именно тогда, когда мы развернемся друг к другу. Именно тогда, когда мы начнем чувствовать боль наших близких, боль других людей. Именно тогда общество начнет меняться, развиваться. И мы построим тот самый мост цивилизацию В наше будущее, куда мы все стремимся. 2 апреля мы призываем всех граждан выйти на акцию по поддержке аутистов. 2 апреля мы призываем поддержать матерей, которых сотни тысяч. Мы призываем 2 апреля поддержать наших граждан с ограниченными возможностями, которых в нашей стране более 2 миллионов человек. 2 апреля состоится суд над Айгуляк-Берды. Айгуляк-Берды мать четверых детей. Она проживает в городе Автал. Ее мужа Аблаваса Джумаева за то, что он поддерживал политическую программу демократического выбора Казахстана, просто поддерживал. Просто шел шаром, с голубым шаром на акцию демократического выбора Казахстана. Эта власть осудила, сфабриковала обвинения и посадила на 3 года. Он сейчас находится в зоне города Трауф. Недавно судьи, не поддавшись давлению в городе Автал, отказались исполнять приказы членов Верховного Суда, этой власти. Отказались осудить мать четверых детей Айгуляк-Берды. Они полностью ее оправдали. И это привело к тому, что председатель городского суда подвергся преследованию, нападению, запугиванию. Они уволили его с работы. Вы об этом знаете. И прокуратура города Автал подала протест. И сейчас собирается реально судить Айгуляк-Берды минимум на 5 лет. 14 марта было слушание в Брюсселе, в Европарламенте, связанное с правами человека. Так вот, представители Европейского сообщества, которые находятся в Астане, заявили, что у Айгуляк-Берды якобы нет никаких проблем. Якобы суд уже принял решение, ее оправдали. И что больше никаких проблем не будет. На самом деле, сейчас представители Европейского сообщества убедятся, как эта машина двигается против матери, матери четырех детей, против беззащитной женщины. Мы, общество Казахстана, мы говорим, что мы хотим построить гуманное цивилизованное общество. Мы хотим построить передовую страну. И, как я говорил, передовую страну могут построить только сильные и свободные люди. Те люди, которые чувствуют чужую боль, те, которые против беспредела власти, те, которые хотят построить правовое государство. Я призываю наших сторонников, я призываю наших граждан 2 апреля выйти на акцию и поддержать мать четверых детей Айгуль-Акберды. Руки прочь, руки прочь от Айгуль-Акберды. Уважаемые друзья, 2 апреля мы проводим акцию по распространению информации об аутистах. Мы проводим акцию в поддержку Айгуль-Акберды. Мы призываем благотворительные организации, различные общественные объединения выйти 2 апреля, поддержать эту акцию вашими усилиями. Я уверен, совместными усилиями мы решим многие вопросы в стране. Мы решим многие проблемы в стране только тогда, когда мы добьемся смены политического режима. Мы добьемся успеха тогда, когда мы начнем менять свое сознание. А наше сознание уже меняется. Оно изменилось. Назарбаев ушел, ушел в прошлое. И наше будущее не с ним, не с этим режимом. Наше будущее с цивилизацией. А мы построим свой мост к этой цивилизации, потому что в нашем сознании произошли окончательные перемены, окончательные изменения. И 2 апреля я обращаюсь к вам с призывом, чтобы мы вместе объединились, поддержали друг друга, объединились. Это будет следующий шаг к смене действующего режима. Алга, Казахстан.